приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова сегодняшнем видео я хочу вам показать свои готовые работы это как вы помните подарок дочери к новому году эта шапочка и снуд и для тех кому интересно как я и обещала во второй части видео я покажу как же на мне все это сидит как сидит на мне свитер украшения строптивой хотя это и не мои вещи это подарок для дочери но дочь работает не может ко мне подъехать чтобы я ее как бы пофотографировала или сняла на видео в общем приедет она только ко мне 31 декабря поэтому я решила не тянуть резину и показать как же свитер сидит на мне и свитеры шапочка и снуд вот такая шапчонка у меня получилось очень мне нравится вяжется довольно таки легко схемку я оставляла под каким-то видео и эта схемка есть в разделе сообщества так что кому интересно заходите я не знаю буду или я снимать мастер-класс по этой шапке потому что у нас впереди проект париж вчера я уже смотала ниточки в общем а к этому проекту то есть соединила лана gold и ангора делюкс ангора делюкс у меня кстати в этом проекте в проекте париж будет в одно сложение не так как вот рекомендует автор светочка волкодав и так вот такая шапка у меня получилось здесь обычная резинка один на один просто обычная вот так вот она выглядит с изнанки здесь я оставила ниточку на на тот случай если все-таки когда-нибудь может быть дочь захочет помпон она сказала что нет не нужно и так очень хорошо смотрится я показывала уже ей как она сидит на мне вот значит на шапку ушло 120 грамм спицы здесь три с половиной и резинку я вязала на троечки вот значит что здесь по пряже в шапке в шапке здесь это вот лана gold и ангора делюкс в одном сложении то есть вот такие вот две ниточки здесь участвуют сразу хочу сказать отзыв по пряже и 1 2 в общем я довольна вначале я опасалась что пряжа ангора делюкс такая мне показалось колкая но хочу вас обрадовать что смешал ангора делюкс с пряжи лана gold они в общем вот это вот в общем не колется ниточка вообще я еще конечно применяла один метод удаления колкости о нем я уже как-то рассказывала то есть когда я постирала шапку она немножко у меня подсохла ну практически сухая такая влажная я ее положила в пакет и в морозилку морозилке она полежала какое-то время замерзла достала я туда такой вот кол и уже положила потом досыхается шапку на батарею и вот я не знаю в чем дело то ли это вот потому что смешалась ангора делюкс с ланой gold и ушла колкость то ли вот этот метод замораживания помог в общем не знаю девочки но у меня чувствительная кожа шапка на самом деле не колется и к тому же мне нравится как лана gold держит форму вот для коса ранов просто шикарная ниточка так об этом рассказала теперь вам хочу показать снуд к этой шапочке значит что здесь сну тяжелее шапки практически в два раза здесь 220 грамм если в шапке 120 здесь 220 то есть на 100 грамм тяжелее значит что я сюда добавила какую ниточку еще в этот снуд значит то ниточка тот снуд который вы видели который я вязала крючком где была пряжа значит что там это кашемир был и в два сложения вот эта ниточка шелковый блеск и этот снуд я распустила почему распустила потому что после в т.о. он совершенно перестал держать форму вот просто вообще никакущий стал да он мягкий все но красота куда-то подевалась потому что ну такая знаете вот мягкая тряпочка получилась и я все это дело распустила и перевязала и вот в эту ниточку из которой был связан снуд то есть в два сложения шелковый блеск и итальянский кашемир я еще добавила тот состав который и участвует в шапке то есть лана голд и ангора делюкс и вот что у меня получилось то же самое я проделывала в т.о. и также замораживала и размораживала да вот этот способ в общем не колется вообще девочки попробуйте может быть ну совсем маленькая чуток такой знаете даже я бы сказала такая приятная какая-то колкость теперь что хочу сказать по снуду конечно же я теперь овладея таким шикарным способом вязание спицами по кругу очень много кстати отзывов по поводу этого вязания и негативных и положительных отзывов что хочу сказать сразу на вот эти вот грозные комментарии девочки я делюсь на своем канале теми знаниями которые мне кажется что кому-то очень очень пригодятся если вам этот способ не подходит не вяжите я не настаиваю не нужно там писать у меня был очень смешной комментарий из девушка украинка я так поняла причем она написала на украинском языке я считаю это не уважение к блогеру потому что все таки сайт русскоязычный и если бы я не владела украинским языком я бы просто ну не стала оставила этот комментарий без внимания я бы не стала заморачиваться там какими-то переводами тратить на это время ну а поскольку я владею украинским языком я поняла о чем она писала так вот в этом комментарии очень смешно у меня алёша это мой любимый мужчина он как бы сначала сказал что это стёб но потом когда понял что это не стёб мы очень долго смеялись так вот в этом комментарии был высмею на этот мой метод который я предложила вязание на двух парах круговых спиц и было предложено что нужно вырезать кусочек и из латекса или резиновой прокладки подцепить это на спицу и вот так вот вязать ну я не знаю о чем эта девушка думала честно говоря извините владея таким шикарным набором спиц пользоваться вот этой вот дребеденью ну просто это просто смешно это знаете такое сравнение все равно что когда у вас под домом стоит ваша феррари а вы поедете на работу там на маршрутке ну это вот то же самое ничего личного но извините к вашему как бы к вашему совету я не прибегну это для меня просто просто смешно меня устраивает этот метод вязание по кругу и я очень очень довольна что но он не только мне нравится и так это немножко сказала о комментариях как бы вы можете вязать как вам удобно я не против теперь расскажу немножко об этом снуде ну то что он вязался обычной резинкой 2 на 2 про пряжу я сказала значит спицы здесь четыре с половиной но я вам хочу рассказать немножко о том как я закрывала этот снуд закрывала петли я имею ввиду вот смотрите сейчас уберу эту звездочку это на какой-то шум нам доставляет то есть я начинала вязать вот отсюда и заканчивала вот здесь и вот вы видите он вот такой вот трапеции идет и поэтому очень хорошо сидит на мне на шее вот почему так красиво получилось потому что я очень удачно закрыла петли на второй части да так скажем там вот где вот голова да то есть у него он не просто двусторонний он вернее не двусторонний то есть это вот низ снуда а это верх потому что вот здесь вот намного шире это то что лежит на шее здесь такой эластичный край а здесь только вот чтобы пролезла ваша ваша голова и закрыла я здесь посмотрите как то есть сначала два ряда у меня осталось если считать ряд закрытия петель то есть предпоследнем ряду я провязала 2 лицевые вместе 2 изнаночные потом 2 лицевые вместе 2 изнаночные но и так по по всему кругу и таким образом у меня вот это вот сузилась и достаточно красиво стала лежать потому что если бы я закрыла петли просто каждую петельку вот он какой-то некрасивый то есть вот такой вот лопух какой-то получался честно слово очень вот так вот все широко и вот здесь вот естественно все это не держит форму и назначение этого снуда ну какое-то смешное потому что я то вязала именно снуд не просто для красоты а чтобы он был под горлышко и чтобы это было еще и красиво то есть тепло и красиво и все потом когда я по кругу вот таким образом убавила все лицевые петли то есть у меня стало здесь одна ли лицевая 2 изнаночных я закрыла просто петли обычным способом так как вот закрывают спицами единственное что я закрывала тоже если идет у меня лицевая я закрывала лицевой если идет изнаночная я закрывала изнаночной чтобы было красиво потом когда вот он перевернется на другую сторону и вот такой вот красивый край у меня получился мне очень нравится этот снуд вы увидите во второй части в каких вариантах и как вообще можно его носить и кроме того еще этот снуд можно носить как шапку я вот здесь я в видео показала конечно просто там собрала без всяких фиксаций ну чисто для видео но вообще можно вот здесь вот продеть шнурочек до незаметно он будет с той стороны и когда нужно это просто вот стянуть у вас будет вот такая вот креативная шапочка можно еще как-нибудь придумать может быть я еще подумаем вот как не стягивайте как просто его сложить зафиксировать и носить если что как шапку вот такие вот две вещи красивенькие у меня получились я думаю что этот подарок моей дочери будет по душе и она будет носить это с удовольствием вот мои хорошие поделилась я с вами эта информация сейчас еще хочу кое-что вам показать еще минуточку внимание буквально вот такой сейчас процесс у меня происходит я научилась вязать вот как вы видите все те же две пары спиц и я ни на что этот метод не променяю мне он очень очень нравится посмотрите какая красота у меня получается это будет такая шапка причем очень объемная и вязка здесь называется пышная резинка очень красиво будет когда будет готова научилась я вязать еще вот такую эластичную резинку которая держит форму которая практически не растягивается если интересно напишите я покажу как я это делаю то есть это резинка когда лицевая петля снимается не провязанной нить за работой потом изнаночная во втором ряду так от петля которая провязывалась изнаночная снимается а то лицевая которая не провязывается в провязывается то есть это нужно показать вот эти протяжки их вот видно я бы назвал назвала эту резинку резиночка с И за счет вот этих вот протяжек, и из-за того, что одна петля не провязывается, а просто снимается, очень хорошо держит форму эта резиночка. И потом вот эта, значит, пышная резинка. Сразу что хочу сказать. Девочки, я поняла, что мы можем сами делать шикарную пряжу, если с умом ее хорошо смесовать. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, какая шикарная пряжа. Она очень мягкая и очень-очень приятная к телу. А что здесь? А здесь, я бы сказала, бюджетные ниточки. И получается вот такая вот красота. Я как-то показывала в видео. Вот она, розовая вот эта ниточка. Это дешевая нитка, это полушерсть Троицкой фабрики. Название, честно говоря, не помню. Дальше что идет? Идет два сложения. Шелковый блеск. Это вот эта вот ниточка. Это вообще моя любимая ниточка. И одна махеровая ниточка. Это вот Ангора Де Люкс. Вот она. И получился вот такой вот шикарный состав. Почему шикарный? Потому что, во-первых, вязать, ну, просто одно удовольствие. Единственное неудобство нужно, поскольку здесь много нитей, нужно все ниточки подхватывать. У меня здесь были такие огрехи. Я, конечно, это все попрятала, но все наизнанке. Там петельки, которые я не все провязала из этой ниточки. Ну, вообще, очень хорошая модель шапки. И, ну, вообще мне не все шапки идут, но вот эта шапка, я думаю, будет просто шикарная. Вязать одно удовольствие. Просто одно удовольствие. Единственное, нужна внимательность, потому что здесь, ну, как бы, своя особенность есть при вязании этой пышной резинки. Но когда, ну, как бы, приловчишься к этому, это просто отдых. Это релакс, потому что петельки здесь вытягиваются. Они чем свободнее, тем лучше. То есть, практически за плотностью здесь следить не надо. Более того, их даже нужно немножко-немножко вытягивать. В общем, так, это такая моя небольшая похвостушка. Я просто делюсь с вами, говорю вам о том, что можно с умом смесовать ниточку, и получится достаточно красивая пряжа. Сейчас, одну секунду, не подготовилась я. Сейчас, еще одну буквально минутку. Просто хочу знать ваше мнение. Помним, да, вот этот цветочек. Я не знаю, он по цветовой гамме сюда очень-очень хорошо вписывается. Сейчас свет, какой свет лучше, как лучше сделать. Но не знаю, как он будет смотреться с этой шикарной шапкой. Может быть, это будет и перебор. Но мне, конечно, хотелось бы его сюда пристроить, потому что он так одиноко лежит. Я, как бы, не планирую больше ничего к этому цветочку вязать. А вот куда-то просто украсить изделие, не знаю, напишите мне, пожалуйста, что вы думаете. Как вам вот такое украшение нравится? Или, может быть, я потом снуд свяжу, и цветочек будет на снуде. В общем, не знаю. Хочу знать ваше мнение. Пожалуйста, напишите мне об этом. Все, мои хорошие, свои обещания выполнила. Показала вам, как на мне сидит свитер, шапка и снуд. Показала своим быстрым процессом. Я думаю, что сегодня я эту шапочку довяжу. Вяжется очень легко. Вот я вчера вот начала это, и вот уже столько связала. Но я распускала, потому что сначала не поняла, как вяжется эта пышная резинка. Сейчас все хорошо. Вот, и думаю, что сегодня я шапку закончу, и в ближайшее время покажу вам. И все, пряжа моя уже как бы смотаны клубочки для Париж, и уже четко тогда приступаем к проекту Париж. Все, мои хорошие, на этом я буду заканчивать. Всех люблю, и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok